Здравствуйте, уважаемые студенты! Я Шамбулова Гульнара Дусанбековна, сеньор-лектор кафедры технологии продуктов питания. Тема сегодняшней лекции – методы исследования свойств сырья и готовой продукции. По плану лекции будем рассматривать следующие вопросы. Гравиметрические методы, микробиологические методы, физко-химические методы, реологические методы, акваметрия, акустические методы. Гравиметрические методы. Методы количественного анализа можно разделить на три большие группы – химические, физические, физико-химические. Метод количественного анализа, основанные на точном определении массы вещества, выделяемом в виде органических и неорганических соединений, называются гравиметрическими или весовым анализом. Гравиметрический анализ – один из наиболее точных методов. В гравиметрическом анализе используют методы осаждения, экстракции, высушивания. Осаждение – разделение жидких и газообразных неоднородных систем путем выделения из жидкой или газовой фазы твердых или жидких взвешенных частиц. Такое выделение может осуществляться под действием сил тяжести или отстаиванием, или центробежной силой. Это циклонный процесс или отстойное центрофугирование, а также под действием сил электрического поля. Экстракция – это извлечение вещества из раствора или сухой смеси с помощью растворителя. Этот растворитель называется экстрагентом, практически не смешивающийся с исходной смесью. Экстракция может быть разовой, это однократной или многократной, или непрерывной перколяции. Высушивание. Сушка или высушивание – тепломассообменный процесс удаления жидкости из твердых жидких веществ или их смеси с помощью испарения. С помощью микробиологических методов определяют степень обсеменения пищевого сырья и продуктов микроорганизмами, в том числе наличие бактерий, вызывающие пищевое отравление. Микробиологический анализ пищевых продуктов осуществляется с целью выделения и определения микроорганизмов в образце. Такие методы являются необходимыми в рамках контроля и оценки качества и сертификации продукта. Микробиологический контроль включает оценку микробной контаминации воды, воздуха в производственных помещениях, пищевых продуктов, санитарное состояние технологического оборудования, инвертаря, тары, гиеническое состояние обслуживающего персонала. Безопасность сырья и продуктов питания оценивается по количеству четыре групп микроорганизмов. Первая группа – это санитарные показательные микроорганизмы, к которым относятся мезофильные аэробные факультативные анаэробные микроорганизмы и бактерии группы кишечная палочка. Вторая группа – это условно-патогенные микроорганизмы. К этой группе относятся спорообразующие аэробные бактерии – сенная палочка. Третья группа – это патогенные микроорганизмы, в том числе салмонелла. Четвертая группа – микроорганизмы, характеризующие надежность продукта прихранения. В основном это плесневые грибы и дрожжи. Количественные и альтернативные методы Для определения микробиологических критериев, которые применяются при оценке качества продуктов и сырья, используют количественные и альтернативные методы. Количественные методы показывают, которые истинное или наиболее вероятное число жизнеспособных клеток находится в одном грамме продукта. Альтернативные методы определяют отсутствие жизнеспособных клеток микроорганизмов в определенной массе продукта. Физкохимические методы применяют при определении сахаров, жиров, некоторых витаминов и других веществ. С помощью спектриальных методов анализа определяют элементарный и молекулярный состав продуктов, в том числе содержание микро- и макроэлементов, витаминов. Физические методы анализа отличаются большой производительностью и позволяют всесторонно охарактеризовать состояние и свойства продуктов и их безопасность. Физические методы основаны на изучении структурно-механических, оптических и электрических свойств пищевых продуктов, которые позволяют определить структуру и состояние основных пищевых нутриентов. Химический метод для определения количества или качества отдельных органических и неорганических веществ, входящих в состав пищевых продуктов, используют химические методы, в основе которых лежат специфические для исследуемого вещества количественные или качественные химические реакции с определенными реактивами. Наиболее широко применяются две группы инструментальных методов – оптические и электрохимические. К оптическим методам относятся рефрактометрия, полиметрия, абсорбственные оптические методы. Электрохимические методы анализа классифицируются на кондуктометрический анализ, вольтамперметрический анализ, кулонометрический анализ, электрогравиметрический анализ. Основные понятия реологии – это деформация, вязкость, упругость, прочность, применительно к пищевому сырью, животного и растительного происхождения. Реология изучает течение и деформации различных веществ и материалов, широко используя при этом многие положения механики и теорию упругости. Все реальные тела способны деформироваться под действием внешних сил, то есть изменять свою форму и размеры. Акваметрия – это совокупность методов количественного определения воды в различных веществах, позволяющая определять воду, это абсолютную или относительную, в различных формах, это может быть растворённой, адсорбированной, гидратную, кристаллизационную. Методы акваметрии подразделяют на физические и химические. В первом случае удаление воды из анализируемого образца проводят в специальном сушильном шкафу при нагревании обычно до 98-110 градусов. Самым быстрым и одновременно точным химическим методом акваметрии является объёмный аналитический метод тетрования воды реактивом Фишера. При этом точную навеску анализируемые вещества помещают в специальный весовой стаканчик с приоткрытой, притёртой крышкой помещают в сушильный шкаф, в котором сушит до так называемого постоянного веса, то есть когда две последующих взвешивания после одного часа сушки дают разницу не более чем 0,002 грамма. Содержание воды определяется в процентах к взятой навеске. Абсолютная влажность определяется разницей массы анализируемого вещества до и после сушки. Относительная влажность определяется делением абсолютной влажности на массу анализируемого вещества до сушки. Таким образом принято определять влажность пищевой промышленности, например, определять влажность муки. Акустический метод. К акустическим методам обработки пищевых продуктов относятся обработка с использованием ультразвуковых и звуковых колебаний. Более широко используют ультразвук и низкочастотные колебания. Это список использованных литератур.